Радио Би-Эй, 104,6 в Амбинке. Минского городского управления МЧС, сумку для ноутбука и канцелярских принадлежностей. Все, что вам нужно, это правильно ответить на мой вопрос. А звучит этот вопрос следующим образом. В какой стране курильщиков приравнивали к ворам и водили по улицам с веревкой на шее? Есть варианты А в Англии, Б в Германии, В в Чили. Присылайте свои версии на короткий номер 104,6. Ну и победит тот, кто пришлет правильный ответ первым. Я желаю вам удачи. Эмма М знает толк в красивой жизни. И ей, я уверена, понравилась бы сумка для ноута, которую мы вручим кому-то из слушателей. Подарок от Минского городского управления МЧС. И сейчас выясним, кому же именно вручим. Пару минут назад я задала вам вопрос, в какой стране курильщиков приравнивали к ворам и водили по улицам с веревкой на шее? Верным оказался вариант под буквой А. Это Англия и абонент, чей номер заканчивается на 49,74. Ну вы наверняка знали. Оказались первым. Я вас поздравляю. Сумка для ноутбука. Теперь уж точно вашим. За эфиром сообщу, как ее забрать. Но не только к победителю. Ко всем нашим слушателям хочу обратиться. Будьте внимательны, пожалуйста, и осторожны при обращении с огнем. Помните, что небрежно брошенная, непотушенная спичка, либо окурок могут стать причиной пожара. Соблюдайте правила пожарной безопасности. Берегите себя и своих близких. Еще раз доброго вечера всем, кто проводит эти минуты рядышком с нами. У меня для вас интересная информация. С 14 ноября по 1 декабря в Беларуси проходит радиоакция «Не прожигай свою жизнь». С ее помощью МЧС обращает внимание на проблему неосторожного обращения с огнем при курении. Поучаствовать в акции и получить призыв от МЧС можно прямо сейчас. Сейчас победитель получит подарки от Минского городского управления МЧС, а именно сумку для ноутбука, ну и канцелярских принадлежностей. Если захотите, можете в нее вообще вкладывать все, что угодно. Ну а для того, чтобы ее получить от нас в подарок, нужно ответить на мой вопрос. И он, разумеется, несложный для того, чтобы вы, даже если не знаете, могли легко и просто, ну или сложно догадаться. Но все-таки и звучит сегодня этот вопрос так. Во всем мире действуют ограничения. Сигареты можно купить только с 18 лет. А с какого возраста можно сделать это в Японии? Вариант А с 19, вариант Б с 20 и вариант В с 21 года. Присылайте свои ответы на короткий номер 104,6. И делайте это прямо сейчас. Поехали. Без тебя смысла нет, без тебя жизни нет, жизни нет. Зато есть у кого-то теперь сумка для ноутбука, подарок от Минского городского управления МЧС. А у кого именно, сейчас и определим. Давайте уже подводить итоги. Итак, пару минут назад я задала вам вопрос. С какого возраста можно купить сигареты в Японии? У нас, как и в большинстве стран, все знают с 18. Ну а там как? А там с 20. Это и есть правильный ответ. Спасибо всем, кто принял участие. СМС оказалось очень много. Но первым правильный ответ на наш короткий номер прислал абонент, чей номер заканчивается на 92,66. Поздравляю, подарочек теперь ваш. Ну и еще я бы очень хотела попросить не только победителя, но и всех, кто с нами в эти минуты. Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем. Пожалуйста, помните, что небрежно брошенная непотушенная спичка или окурок могут стать причиной пожара. Соблюдайте правила пожарной безопасности, берегите себя и своих близких. Би-Эй. Здесь начинается радио.